Если не защищать руки, то практически любая работа может превратиться в мучение. Жар, холод, острые предметы, абразивные поверхности, агрессивные химикаты, всевозможных раздражающих и опасных факторов наберется ВОЗ и малая тележка. Понять, какие перчатки и от чего защитят, можно по маркировке на них. На упаковке, бирке или самих перчатках ищите вот такие пиктограммы маркировки. Если они есть, значит перчатки соответствуют техрегламенту таможенного союза или евростандарту ИН. Обе маркировки обозначают, что перчатки прошли лабораторные испытания и сертификацию. Однако для потребителя евростандарт информативнее и понятнее. И вот почему. Маркировка таможенного союза сообщает, на защиту от каких факторов были протестированы перчатки. В кратких буквенных обозначениях зашифрованы категории, которым они соответствуют. Маркировка по евростандарту, пиктограмма в сочетании с надписью сообщает, от чего перчатки должны защищать. А цифры внизу пиктограммы обозначают, как хорошо себя проявили перчатки во время испытаний. Например, вот у этих перчаток есть маркировка о наличии защиты сразу по двум стандартам. По классификации таможенного союза МИ-ПМ, то есть защита от механического истирания и пыли мелкодисперсной. А вот маркировка по евростандарту. Надпись ИН-388 в сочетании с пиктограммой молотка означает наличие защиты от механических воздействий. Цифры под пиктограммой отражают прочность перчаток по результатам тестирования. Общее правило, чем выше значение, тем прочнее. Первая цифра — количество выдержанных циклов на истирании. Вторая цифра — индекс прочности на разрез. Третья цифра — сила, требуемая для разрыва материала перчатки. Четвертая цифра — сила, требуемая для прокола перчатки. А вот пятая — это не цифра, а буква — дополнительный тест на разрез в более жестких условиях. Результат обозначается буквой от A до F, где F означает высшую степень устойчивости к разрезанию. Если тест не проводился, то ставится X. Таким образом, евромаркировка помогает наглядно сравнить различные перчатки и понять, какие из них более долговечные и лучше защищают. А по маркировке TS эти перчатки могут быть одинаковыми. Когда маркировка есть, это хорошо, честно и понятно. Но что делать, когда заявление производителя на упаковке есть, а сертификации соответствующих пиктограмм нет. Да, рабочие перчатки могут быть сертифицированы частично, а то и вовсе не сертифицированы. Например, на упаковке заявлена защита от низких температур и термозащита, но маркировка сообщает лишь о защите от механических воздействий. Значит, по какой-то причине производитель решил не сертифицировать перчатки по всем заявленным характеристикам, так что насчет защиты от холода придется верить производителю на слово. На упаковке даже может присутствовать надпись вроде «товар соответствует требованиям» и все в таком духе. Но если маркировки нет, то официально такие перчатки средством индивидуальной защиты не являются и испытания не проходили. Просто продукт текстильной промышленности без каких-либо обязательств. Это не означает, что перчатки плохие или не защитят ваши руки, но полагаться в данном случае можно только на заявление производителя. Не лишним будет изучить отзывы о перчатках и их составе, то есть из чего и как сделаны перчатки. Наиболее распространенный тип рабочих перчаток — это трикотажная основа, на которую наносятся различные полимерные покрытия. Основа влияет и на износостойкость, и на комфорт. Синтетические материалы вроде акрила, нейлона и полиэтилена долговечнее и прочнее натуральных. Устойчивые к истиранию и порезам перчатки делают именно из синтетической пряжи. А вот натуральные материалы вроде хлопка или шерсти в чистом виде встречаются достаточно редко. Чаще всего это будет смешанная пряжа — хлопок с нейлоном или акрил с добавлением натуральной шерсти. По сравнению с чисто синтетическими, в таких перчатках меньше потеют руки и теплее зимой. Плотность самой пряжи определяется классом вязки. Он обычно указывается на этикетке. Чем выше класс, тем тоньше пряжа и плотнее материал. Вот, например, седьмой класс. Перчатки из достаточно толстой нити подойдут для погрузочно-разгрузочных работ. Вот это десятый — оптимальное сочетание толщины и плотности для большинства задач. А тринадцатый класс и выше — это когда требуется высокая чувствительность пальцев и точность движений, например, для работ с электроникой. Покрытия, которые наносятся на трикотажную основу, можно разделить на две группы — частичные и сплошные. Первые наносятся точками, квадратами и любыми другими узорами. Такие перчатки очень легкие, продуваемые и совсем не сковывают движений. Подходят для относительно безопасных работ. В них удобно переносить коробки или работать с инструментами. Точки усиливают сцепление с поверхностью и улучшают хват. Но, например, для пильно-сверлильных дел они не подойдут. Острые щепки или стальная стружка будет беспрепятственно проходить через трикотаж. Более надежные для таких работ — трикотажные перчатки со сплошным покрытием рабочей поверхности. Его еще называют облив, а перчатки, соответственно, обливными. Через него щепки, стружка и прочие неприятные штуки уже так просто не пройдут. Толщина облива может варьироваться в зависимости от назначения перчаток. Толстый слой — это, конечно, хорошо. Чем больше материала, тем дольше он будет изнашиваться. Но это в ущерб тактильной чувствительности и ловкости движений пальцев. Тонкий облив послужит меньше, зато не сковывает движения и даже позволяет пользоваться сенсорными экранами. В некоторых случаях облив перед нанесением вспенивают. В результате получается вот такая текстурированная поверхность. На ощупь она более шершавая и обеспечивает сцепление лучше, чем обычный гладкий облив. При работе с химикатами важно не допускать их контакта с кожей. Обливные перчатки должны бы защитить, но нужно учитывать материал облива. Как правило, это один из трех полимеров. Латекс, ПВХ или нейтрил. Главное различие между ними в стойкости к маслам, жирам, нефтепродуктам и прочему. Наиболее химически стойкое покрытие — нейтриловое. Работа с маслами, нефтепродуктами и спиртами — это его стезя. Латексные ПВХ обливы начнут растворяться и облизать гораздо раньше. Кстати, даже если покрытие выглядит сплошным и однородным, далеко не всегда оно водонепроницаемо. Поэтому перед тем, как работать с любыми агрессивными жидкостями в новых перчатках, проведите простой тест. Окуните палец в стакан с водой на несколько секунд. Если он намок, значит эта перчатка не подходит для работы с жидкостями. Если работать без химии, то латекс, ПВХ и нейтрил мало чем различаются. Принято считать, что латекс более мягкий и гибкий, но в случае рабочих перчаток все зависит от технологии нанесения и толщины облива. Вот эта перчатка из спененого латекса ощутимо жестче, чем почти такая же из спененого нейтрила. Ну и еще у некоторых людей латекс может вызвать аллергию, а ПВХ и нейтрил гипоаллергенны. Бывает, что одного облива мало. Для таких случаев есть перчатки с дополнительной защитой. Здесь плотная трикотажная основа облита нейтрилом, а изнутри и снаружи нашиты защитные накладки. Конечно, если ударить по руке молотком, то все равно будет больно, но накладки помогут смягчить удар. Помимо работ, такие перчатки подойдут и любителям кататься на велосипедах, самокатах и подобном. Выглядят стильно, а в случае падения дополнительная защита рук не помешает. Если инструмент или техника дает вибрации, то и с этим помогут перчатки. Вот такие, например, предназначены, чтобы снижать вибрации, передаваемые в руки. Для этого на ладонях вшиты толстые мягкие накладки. Они глушат часть вибраций и улучшают хват. В таких перчатках комфортно держать в руках что угодно. Назвать вот эти полуперчатки рабочими, а то и защитными сложно, но и они могут пригодиться, когда риск повредить пальцы минимальный и при этом нужна высокая точность движений. А еще в них можно заниматься спортом, ниже риск заработать мозоли. Перчатки — это не только синтетические волокна с полимерами, но и кожа. Недешевый, но проверенный временем материал для изготовления перчаток. Кожа используется в качестве основного материала в сочетании с тканью или локально для усиления наиболее уязвимых мест. Рабочие перчатки из кожи подойдут для самых разных работ. Ни древесные щепки, ни стальная стружка, ни даже осколки стекла так просто не пройдут через этот плотный материал. Помимо гладкого верхнего слоя кожи используется и более дешевый нижний, так называемый спилок. Его сразу видно по ворсистой текстуре. Он мягкий и приятный на ощупь, но не такой долговечный, как верхний слой и совсем не терпит намокания. Зато спилок плохо проводит тепло и не воспламеняется. Именно спилок чаще всего используется для изготовления перчаток для сварки. Более правильное название — краги. Отличить краги от перчаток можно под длинным манжетом. Так даже самая коварная искра не залетит в рукав. Для дополнительной теплоизоляции у сварочных краг внутри обычно есть слой ткани. Впрочем, сварочными работами применение краг может не ограничиваться, если вам в них удобно. А чтобы было удобно, чтобы перчатка вообще налезла, подбирать их нужно по размеру руки. На некоторых моделях производитель прямо на этикетке помогает с выбором. Просто прикладываем линейку и видим, какой размер подходит. Более универсальный способ — измерить руку по окружности и длине. Портновским сантиметром или веревочкой с дальнейшим замером по линейке. Вот усредненная таблица размеров, которая подходит для почти любых рабочих перчаток. Бывает, что параметры руки где-то посередине между двумя значениями размеров. Если перчатка текстильная и хорошо тянется, можно брать по размеру впритык или меньше. Но если разговор о кожаных или перчатках с толстым обливом, то растянуть их не получится. Лучше, чтобы они были чуть большего размера. Ну а если есть возможность, то примеряйте перчатки перед покупкой. Рабочие перчатки разные, как и работы и условия, для которых они предназначены. Есть смысл не искать идеальную пару, а брать несколько. Для чего-то несложного — обычные с точечным обливом. Для серьёзных нагрузок. Проверяйте сертификацию и тип защит. Для работ с химией сверяйтесь с таблицей взаимодействия с полимерами. Берегите руки. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok